Как показывает практика, в осенне-зимний период возрастает количество наездов на пешеходов. Это связано с сокращением светового дня, а также ухудшением погодных условий. Дожди, снегопады и туманы не способствуют хорошей видимости на дорогах. От каждого участника дорожного движения, как пешехода, так и водителя, зависит безопасность на проезжей части. В темное время суток необходимо быть максимально внимательным и осторожным. У нас за последнюю декаду, из тех же периода октября и начала ноября, произошло 8 дорожных происшествий, в которых погибли и пострадали люди. Из них 6 человек пострадало, и 2 человека погибло. Причем хочу акцентировать внимание, что среди погибших это одна женщина, 39-го года, очень пожилая, и один ребеночек, 2009-го года. ДТП с ребенком произошло в темное время суток, рано утром. ДТП с женщиной произошло в вечернее время, в сумерках. Сотрудники ГИБДД напомнили щелковцам о правилах дорожного движения и вручили необходимые любому гражданину светоотражающие элементы. Их можно разместить на верхней одежде, обуви, шапке, рюкзаке и сумке, а также на коляске, велосипеде и самокате. Лучше всего использовать одновременно сразу несколько светоотражателей и прикрепить их с левой и правой стороны, а также со стороны груди и спины. Я, например, часто ношу темную одежду, понимая, что нужно как-то выделиться, чтобы меня увидел водитель. Также я пытаюсь наблюдать осторожность. Переходя дорогу, я вытаскиваю наушники, оглядываюсь по сторонам, тем самым пытаюсь сохранить себе жизнь. Значки сделают вас заметным для того, кто за рулем. Водитель, который едет со скоростью приблизительно 40 км в час с использованием ближнего светофар, может заметить пешехода без светоотражателей на расстоянии около 25 метров. Если пешеход использует светоотражающие элементы, то автомобилист может заметить его с расстояния более 150 метров. Будьте внимательнее к себе, будьте внимательнее на дороге. Помните, что интенсивность дорожного движения у нас каждым годом растет. Дорожный трафик очень плотный. Попрошу близких и родных минимизировать передвижение своих старших родственников по дорогам. Важно помнить, что если вы вынуждены передвигаться в темное время суток, то нужно себя максимально обезопасить. Для этого просто не забывайте соблюдать ряд элементарных правил. Прежде чем переходить дорогу, внимательно посмотрите по сторонам, выньте наушники из ушей и используйте светоотражающие элементы. Мария Буржинская, Валерий Жегле, Щелковское телевидение.